Отдельная благодатность тем, кто поддерживает канал на Бусти и Патреон. Приветствую, на связи Александр Поляк. Кто из главных героев GTA самый лицемерный? Безусловно, в той или иной мере практически каждого из протагонистов можно в этом обвинить. Но кто особенно в этом отличился? Забавно, да, нафига я задаю эти вопросы, если по названию видео уже понятно, о ком пойдёт речь? Ну всё, забыли про название? Забыли. Думаю, чаще всего первым вспоминается Майкл из GTA V со своим откровенным двуличием. Или может быть Виктор из Vice City Stories со своими рассказами о намерении оставить дела с запрещенными веществами, хотя мне кажется, это скорее слабоволие. Так или иначе, мало кто скажет, что главным или как минимум одним из главных лицемеров в GTA является Нико Белик. Во время создания этого видео я задал вопрос игрокам, кстати, спасибо всем, кто действительно постарался проанализировать персонажей и ответить на вопрос. И в общем я убедился, что ярлык лицемера чаще всего получают другие протагонисты, и мало кто вспоминает про Нико. Почему так, и как я вообще посмел усомниться в личности этого героя? Давайте расскажу. Ах да, и приятного аппетита каждому, кто собрался перекусить. Ну а когда ты досмотришь это видео, советую заглянуть на проект Hustle Online, где ты можешь воплотить свои желания в рамках увлекательной игры на основе GTA. Здесь можно стать уличным гонщиком или поднапрячься и стать криминальной шишкой. Тут ты можешь найти компанию друзей, тусоваться и развивать персонажей вместе с ними. Можешь умело балансировать и заполучить хорошую репутацию как в преступном мире, так и среди мирного населения. Короче, здесь ты можешь попробовать всё. Заходи на 14 сервер, вводи мой ник при регистрации, а также промо-код большими буквами, и ты получишь денежный бонус для более лёгкого старта игры. Просто вбивай в Google Play или App Store название Hustle Online, качай и вливайся в игру. Сразу обозначу, что мне нравится история этого персонажа. Нравится своей сложностью, приземлённостью и драматичностью. Но со временем я заметил, что часто отношение к герою со стороны игроков, и меня в том числе, не совсем объективно и не совсем соответствует тому, каким реально представлен Нико Белик. На протяжении всего сюжета есть ряд как крупных, так и мелких моментов, которые выдают в нём большого лицемера, но при этом его прошлое настолько печально и болезненно, а сам герой является настолько подавленным, потерянным и в то же время принципиальным человеком со своей специфической моралью, что практически все игроки уже с первых миссий начинают сопереживать ему и видеть в нём даже нечто добродетельное, а на всё плохое часто закрываются глаза с оправданиями в духе «ну, у него тяжёлое прошлое и трудные обстоятельства, но парень-то он хороший». Такой подход слишком обеляет этого сложного и интересного персонажа и не даёт взглянуть на него в полном масштабе личности. Начну с мелочей и постепенно подойдём к самому главному. Одно из отвратительных проявлений лицемерия Нико – это то, как он постоянно поучает других людей, и затрагивает моральные вопросы с целью осудить кого-то, но при этом к себе свои же слова не применяет. Кстати, некоторые из диалогов можно услышать лишь во время повторного прохождения миссии, после провала первой попытки, просто имейте в виду. Например, когда он знакомится с плейбоем, то в разговоре всячески даёт понять, что осуждает его дела с наркотиками. Конечно же, сам Нико не является наркоторговцем, но тем не менее, что он делает в этой же самой миссии? Едет помогать осуществить сделку и тем самым поддерживает бизнес, который он только что осуждал. Причём это не единственный случай, когда он участвует в подобном. Так было в миссиях Джейкоба, Элизабеты, Фила, и оправдание в духе «Его заставили обстоятельства» тут особо не поможет, потому что зачастую на все эти наркозделки Нико шёл добровольно, просто чтобы заработать, хотя очевидно, что это не единственные способы достать деньги. А вот миссия от случайного персонажа Джеффа, который на почве ревности жестоко разделался со своей женой. Нико, прекрасно это зная, помогает ему за грёбанную тысячу долларов избавиться от машины с трупом. И знаете, что он делает после этого? Читает Джеффу Морали, мол, разберись со своей совестью. Просто без комментариев. Когда он пересекается с Хасаном, тем самым, с которым он общался ещё будучи на корабле, они начинают обсуждать нелёгкую жизнь мигранты. Я просто напомню, что Нико мало того, что нелегальный иммигрант, проникший в страну незаконно, так ещё и преступник во всех возможных проявлениях. На что он жалуется и на какой статус в США он рассчитывает, непонятно. На определённом этапе сюжета Беллик знакомится с семьёй ирландцев и сближается с ней, найдя там друга, подельников и потенциальную жену. Позже он убивает одного из братьев Макрири, но никогда не раскрывает этой тайны перед остальными. И я, конечно, не требую от него этого действия, ведь это очень сложно и, может быть, даже убийственно. Но вместе с тем не представляю, как он собирался продолжать общаться с Паки, Кейт, с последней даже строить семью и делать вид, будто ничего не было. Я уже не говорю о том, что ему, возможно, и не пришлось бы идти на то убийство, если бы не череда событий, которую Нико сам запустил ещё во времена пребывания в брокере. Ну ладно, не будем забегать вперёд. Короче говоря, это просто ужасная ситуация, и я не удивлён, что впоследствии герой теряет Кейт при любой из концовок, ведь он её совершенно не заслуживает, и строить с ней семью было бы максимально нечестно. И тут дело не только в убийстве брата, пусть даже не самого любимого, но и в подходе к жизни в целом. Нико часто включает моралиста и указывает другим людям на их несовершенство, и в этом не было бы настолько большой проблемы, если бы он сам не был глубоко порочным человеком. Но это как если Роман учил бы других верности и целомудрию. В разговоре с одной из своих девушек, Кармен, которая работает медсестрой, Нико с издёвкой спрашивает, не считает ли она, что куда важнее помогать людям, а не зацикливаться на себе. Неплохо звучит от человека, который тоже помогает другим, только делает это по-своему. Помогает уйти от закона, толкнуть запрещенный товар, устранить конкурента или просто кого-то ненавистного и прочее-прочее. Да, конечно, Нико способен делать что-то по-настоящему доброе и полезное, но эти случаи никак не отменяют его основной преступной деятельности и порочного образа жизни. Когда друзья главного героя делятся с ним своими чувствами и мыслями, он раздаёт им разные советы. Например, Дуэйну говорит завести семью и научиться читать. Паки советует переехать. А в разговоре с Кейт поддерживает её, говоря, что ей стоит стать учительницей и приносить пользу людям. Однако сам Нико не собирался прислушиваться к действительно важным словам Романа и Кейт, которые советовали покончить с криминалом. Помимо прочего, у Нико весьма неприветливое отношение к Либерти Сити и американской жизни в целом, и иногда это даже выглядит так, будто он пытается оправдать этими вещами всё то, что с ним происходит. И окей, он не обязан испытывать к этому симпатию, но ведь его никто не заставлял находиться в этом обществе. Он сам приехал сюда, остался здесь жить, постоянно нарушает законы, ворует, убивает, и, что самое главное, даже поняв, что это место ему не подходит, он не планирует что-то менять, а лишь продолжает винить всё вокруг. Но как же так, спросите вы, у него же были причины находиться там? Да, одной из его целей было скрыться от бывшего работодателя, который пытается достать Нико и наказать за якобы причинённый ущерб. Но эта причина перестаёт работать, когда Булгарин находит главного героя в Либерти Сити. Да и вообще, разве это единственный город на Земле, где можно скрыться? Другой мотив приезда Нико заключался в поиске предателя из прошлого, но мало того, что это всего лишь прихоть героя, от которой стоило вообще отказаться, и мы ещё обязательно к этому вернёмся, так ещё и со временем всё это просто теряет актуальность, когда цель была достигнута. И, наконец, третья причина заключалась в том, что Нико хотел начать новую жизнь и полагал, что на новом месте с двоюродным братом у него всё получится. Однако, приехав в США, он не стал пытаться что-то изменить, а лишь ещё глубже влез в криминальные дела, продолжая при этом винить людей, город и жизнь в целом. Можно ли его назвать просто заложником обстоятельств? Отчасти, ведь проблемы братьев Беликов в Либерти Сити были во многом связаны с большими долгами Романа. Только возникает вопрос, насколько адекватно проявил себя сам Нико в этой ситуации. Пытался ли он по-настоящему достучаться до брата? Была ли от него хотя бы попытка найти неплохо оплачиваемую работу без бандитизма, чтобы помочь Роману отдать долги? Он со своими способностями мог бы быть вышибалой в каком-нибудь клубе или участником подпольных поединков. Помните такую штуку в Забалотов Гейтоне? Нико не проявил подобной инициативы и очень долгое время не собирался покидать привычные ему рамки наёмного убийцы. Правда, изначально он говорил, что не хочет этого, но это больше выглядело как нежелание работать конкретно с Флатом, ведь убийство Албанца и врагов Джейкоба Нико нисколько не смущало. Однажды он даже обвиняет Романа за все те вещи, что происходят с ними в Либерти. И хотя долги брата действительно были большой проблемой, о чём я уже упомянул, с этим можно было разбираться иначе, чем предпочёл Нико. Чуть ли не главной отправной точкой, после которой всё пошло наперекосяк, лично я считаю случаи, когда главный герой, не контролируя свою ярость, убивает Влада. Сам Влад был, безусловно, отвратительным человеком, но его убийство было максимально рисковым и необдуманным шагом, который создал ещё больше трудностей. Мы не знаем, как бы развивались события, если бы Нико не стал нападать на Влада. Может быть, последний в какой-то момент решил бы устроить страшную подставу для беликов, или отжал бы бизнес Романа. Но в данной ситуации самым рациональным была бы попытка вернуть все долги, пусть даже путём продажи своего бизнеса и с дальнейшим переездом, но лишь бы скорее выйти из этой игры и продолжить спокойную жизнь. Кто-то скажет, что всему виной интимная связь Влада и Мелори, девушки Романа. Но это было бы странным оправданием, ведь почему Нико должен решать дела из личной жизни своего брата, который, напомню, сам заядлый изменщик. Герой явно имел неприязнь к Владу и был на него обозлён за зависимое от него положение, за неуважительное отношение и прочее. Похоже, он просто воспользовался случаем, чтобы убрать человека, которого возненавидел. Позднее Нико сам скажет о том, что личные отношения своего брата одинаково зависят как от Романа, так и от Мелори, а значит, герой прекрасно понимал, что этот любовный треугольник – их дело, но он в порыве гнева, возможно, неосознанно, но воспользовался этой ситуацией, посчитав её морально оправданной для того, чтобы поквитаться с Владом. Эмоции Нико, жажда крови, привели его на новую войну, в которой страдали как окружающие, так и он сам. Забавно, что когда Нико приходит в перестройку, чтобы прикончить Михаила Фаустина, он говорит, что Михаил сам виноват в своей проблеме, и что ему стоило сохранять спокойствие, имея в виду случаи, когда тот заказал убить сына более влиятельного бандита. И думаю, вы уже почувствовали эту иронию и лицемерие, ведь незадолго до этих событий Нико сам поступил точно так же, когда дал волю эмоциям и убил Влада. Только вот про этот свой поступок главный герой в дальнейшем толком не вспоминает. Зато он часто вспоминает свое трагичное прошлое, именно это является его излюбленным оправданием своего образа жизни. Я знаю, что ты говоришь о плохих случаях, но я думаю, что ты можешь об этом, знаешь? Ты – ты – ты – выживешь! Тяжелое детство, пережитая им война, смерть друзей и родных, предательство, собственноручно совершённое убийство. Всё это настолько ударило по личности Нико, что он, по своим же словам, стал бесчувственным, перестал верить во что-то светлое и в возможность искупления. И я прекрасно понимаю, что это действительно ужасные вещи, которые разрушили его изнутри. Но можно ли этим оправдывать всё подряд? Честно ли это? Правильно ли? Как далеко это может зайти? Нико однажды сказал, что имеет дело со смертью, потому что после пережитого только она ему знакома. Это воистину сильные и трогательные слова, и если по признанию героя обстоятельства сделали его человеком без чувств, это даже можно попытаться понять, если бы не лицемерие. И вот мы приближаемся к главному противоречию. В одном из разговоров с Романом Нико говорит о том, что Раскалов и Болгарин умеют затаить обиду, на что брат удачно подкалывает героя, указывая на то, что он сам одержим обидой на одного человека. Вот уже 10 лет и далее на протяжении сюжета Нико ищет предателя, который подставил на войне отряд бойцов, которым был главный герой и его деревенские друзья. Найти и отомстить – это практически смысл его жизни. И когда происходит тот самый долгожданный момент, что нам показывают сценаристы? Нико, стоя перед предателем, перед главной травмой своей жизни, по сути оказывается перед собственным отражением. Существует на этот момент. Существует... 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 Какое? Ты убил моих друзей за $1,000. Дарко не только очень метко указывает герою на его лицемерие, на то, что он такой же душегуб, руки которого по локоть в крови, но также этот человек открывает перед нами свою историю, ведь его друзей убивали те люди, которые были в отряде Нико. Эта война была ужасной мясорубкой, беспощадной и бессмысленной, в которой люди убивали друг друга, теряли себя и своих близких. Нико сам об этом рассказывал. Но он совершенно не думал о том, что Дарко прошёл через то же самое и потерял не меньше. Главный герой был настолько разрушен и подавлен, что у него просто не было сил и желания продолжать жить, надеяться и верить в лучшее. Ему было проще сделать смыслом своей жизни поиск какого-то предателя, повесить все свои проблемы на него, даже не замечая, что на пути к этой цели он сам стал таким же. А может быть, даже с самого начала он ничем не отличался от образа того человека, которого так ненавидел. Я просто снимаю шляпу перед Дэном Хаузером и его помощниками, ведь эти люди показали нам один из самых сильных и глубоких моментов во всей серии GTA. Как только смерть приближается к кому-то из близких для Нико людей, он сразу же готов покарать каждого, кто к этому причастен. И он не задумывается о том, что сам является головорезом, что изо дня в день он сам убивает людей, которые были чьими-то друзьями, братьями, супругами, отцами и сыновьями. Плевать, какие были обстоятельства, ведь перед нами просто факт. Нико убийца, который чувствует, но старается не замечать своих грехов, при этом видит и подмечает пороки в других. Даже в самом конце сюжета он умудряется выдавать до более глупые вещи. И это говорит тот, кто всю игру сам постучал, точно так же. Интересно, что на самом деле где-то внутри Нико многое понимает, но судя по его лицемерным высказываниям, показанным ранее, и конечно же по его поступкам, видно, что он закрывается от реальности. Ему удобнее оставаться в привычных рамках, где он не испытывает эмоции, не думает о последствиях, а ГХ просто идёт по головам. Сам факт этой осознанности накладывает на Нико ещё больше ответственности за совершённые поступки, ведь он всё понимал, но не хотел принимать действительность и что-либо с этим делать. Также, мне кажется, неспроста в сценарий была добавлена вот эта фраза. Это важный посыл, который показывает, что у героя есть выбор, быть убийцей или нет, но если же он выбрал этот путь, придётся принять и условия, а значит ему гарантированы боль и лишение. И не зря эти слова исходят именно от Дмитрия Расколова, того, кто полностью поглощён этой смертельной и подлой игрой. Это очень символично. Нико также вступил в эту игру, и потому судьба не оставила ему полностью хорошего финала. Вообще, GTA 4 в этом плане особенная часть GTA, она показывает трагедию и не пытается приукрасить бандитский образ жизни. Многие встреченные нами персонажи — это небольшие истории про человеческую боль. Даже заядлые преступники в глубине понимают, какие грехи они на себе несут, и каждый справляется с этим по-своему, хотя слово «справляется» тут не самое удачное. Такие, как Дарко и Дуэйн, саморазрушаются изнутри под тяжестью своего морального груза. Паки пытается заглушить боль наркотиками и выпивкой. Ну а Нико предпочёл закрыться и бесчувственно выполнять приказы. Вот так выглядит криминальный мир, без прикрас. Кстати, я хочу показать вам один диалог, который меня очень тронул. Уверен, что его слушали немногие, так как это разговор с одной из несюжетных девушек после нескольких свиданий. Просто зацените. Что еще? Скажи мне вещи из моего влога. Ну, хочешь узнать? Да? Окей. Я хитмен, который работает в организационных преступлениях. Моя жизнь закончила много лет назад, когда я увидел моих родственных друзей бутербродов на хилл-сайде. Я один-мэн-крайм-вэйв, который убил в дискриминации, после того, что я здесь появился. Но внутри, я просто хочу быть любым. Любым или убил, я думаю. Я не знаю, где. Ха, ха, ха. Что ты реально делаешь? Я работаю в... конструкции. Я это знал! Ты так счастлив, что меня есть! Я думаю, что я приведу в твою жизнь. Конечно. Знаете, когда я взглянул на Белика с подобной стороны, я хоть и утратил некоторую ассоциативную связь с персонажем, но еще больше проникся его историей и получил от нее намного больше эмоций. Также в конце я выбрал пойти на сделку и получил самое трогательное и очень красивое завершение этой истории. Впрочем, какую бы концовку не выбрал игрок, герой все равно потеряет кого-то из близких людей. К сожалению, такова цена за принятие очень важных вещей, от которых герой отказывался слишком долго. Он сам выбрал такую судьбу и получил урок. Очень страшный, тяжелый, но поучительный урок. Буду рад вашей поддержке и мнению к этому видео. Кстати, дополнительный материал к этой теме скоро появится на Boosty и Patreon. А чтобы узнать еще больше об играх GTA, приглашаю подписаться на мой канал с включением всех уведомлений. На связи был Александр Поляк, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok